Здравствуйте, мы продолжаем наш тренинг по уникальной методике мануального массажа и мануальной терапии сразу с воздействием на костно-связочный аппарат человека Переходим к более частным случаям, но все равно пока еще это у нас общие элементы идут спины А мы занимаемся то, что в частном, от простого к сложному, от поверхностного к более глубокому Накрываем тело человека, то есть мы его размяли, подготовили, да? Яркая следы диперемии нам позволяют предугадать, что достаточно, в принципе, он уже разогрет, да? Можно использовать, опять же, мази, но у кого что есть, яблочный уксус Можно приложить ладонь и просто почувствовать разницу в температуре тела человека Вот я вам гарантирую, вот руки, например, до этих мест, делаются на 2, оно больше, плечея, выше температуры, говорят, да? Так, тряпку используем любую, салфеточку, полотенчик, простынь, это чтобы руки не скользили Потому что нам нужен жесткий упор в тело человека Итак, самый первый упор, самый важный, мы его часто будем повторять, это гремя по влажной кости Вот тут уголок есть, мы сажаем туда не сглаживаем, но тут, на самом деле, такой большой уголок И там для нас начинается ость лопатки, тут тоже есть такой уголок упирающий Вот между них мы растягиваем, упираемся в нижней стороной ладони, почти запястьем, да? Разворачиваем руки так, чтобы нам было удобно Если мы чувствуем, что вот тут упором не туда, тогда заверачиваем руку в противоположную сторону Уже чувствуешь, да? Вот сразу он почувствовал, что сильнее и как бы меньше наше попадание четче Неудобно так, да? Можно развернуть вот в эту сторону Вот так, но основной смысл то, что у нас вес нашего тела находится по середине проекции этого растяжения Видите, растягиваем по диагонали Для растягивания, помните, я вам говорил Представьте, что замочек, это змея, вот еще раз наш интенсивный материал То есть он должен ходить, где задали движение, да? Вот он должен доходить до конца, в ту сторону и в ту сторону Значит, быстрая подготовка Несмотря на то, что мы все вибрации уже прошли, да? До этого сделали Нашими чувствительными руками сразу же Раз Вот промяли И видите, вот я руки пропускаю А у него еще идет остаточное качание, да? Этим мы должны поймать Вот сложность поймать тот момент, когда он доходит до предела Вот раз Видите, я попал в ту точку, когда у него Предел качания был максимально занижен справа А здесь максимально занижен слева Вот я попал в точку Ну, руки отрывать, это я вам демонстрирую Не обязательно предпринимать, так как я, да? Да Вот раскачали Вот почувствовали, да? И продавили Далее мы переходим от лопатки к гребну подвздошной костевой Заговорил Ребер на позвоночном сочинении, которое я вам показываю, да? Вот это видно Вот нащупывается прямо Примерно до плавочих ребер мы сможем нажать раз-два-три раза Ну, все получается раз-два-три-четыре Если у вас ребенок, да? То, в принципе, вам можно сделать это все вот так быстро, раз-раз Если человек достаточно грустный, да? То всегда, ну, я вам еще на доске нарисую Всегда у нас есть перед каждой вообще манипуляцией две процедуры Первая процедура – это вытягивание, вытяжка, да? Вторая процедура – это вот такое раскачивание, где мы чувствуем Наш учительный салют должен понять, что О-о-о-о! Вот-вот, все Практически держится со соединением вот так вот на одном шарике, да? И мы тогда можем раз-и повернуть Ну, как это вот? Это надо попробовать рассказать вам это Я уже рассказал Вот осталось только вам попробовать Еще раз смотрите Раз, вот мы раскачиваем А вытяжение что? Мы уже по диагонали тянем И все одновременно Вот дошли до предела Раз, два, три, три, три А вот тут он зажат Давайте предупредим его со вдохом Ой, с выдохом, с выдохом Ну, вообще, любое движение надо предупрежать, что человек выдохнул Выдох, выдох, выдох Но приходу часто люди, которые уже все понимают Не надо часто предупреждать, поэтому делаем чуть побыстрее То же самое проделали в противоположном сторону Теперь нам Если заметите, что растягиваем все равно по диагонали То есть опять декомпрессия, да? Как ни пусть еще на декомпрессии идет Теперь нам надо, смотрите Позвоночек делится вместе с шейным отделом Грубо говоря, на три части Лордоз, естественный прогиб вниз, да? Кифоз, естественный выгиб вверх И лордоз в шее, естественный выгиб вниз в данном случае Ну, пациент лежит Так мы, соответственно, в местах, где лордоз Не даем вниз, а даем только где кифоз Где лордоз, наоборот, выдавливаем Заговорился уже Оттягиваем назад То есть здесь мы можем крестец взять, подзернуть Особенно крестцово-позвучно-сощренение Тут такие мышцы есть, про них еще мало кто говорит Массажисты даже не знают С размером сантиметра, два сантиметра Их нет, кто разминает Они вот тут вот такие маленькие Но они очень сильно влияют на поворот таза Если таз повернулся назад Значит, вот это крестец Вот тазовые кости Вот эти вот гребель положим кости К ним крепятся ноги Вот, да? Если относительно крестца Таз развернулся назад Видите, нога поднимается Получается, вот в данном случае Левая нога, короче, правая Так же наоборот, да? То есть по греблям костей мы это продиагностируем И увидим И соответственно В моменте, когда мы уже правим Мы эти места отдельно размасселивали И отдельно их можно приподнять То есть до этого я приподнимал крестец Крестцово-позвоночное сочинение Л5С1, да? Вот Кстати, грыжа чаще всего Выскакивает на нем Знаете, почему? Я вам объяснил Посмотрите с познавателем Все диски Все диски Они практически горизонтальны, да? И только Вот этот Нижний Ну, практически 2 4, L5 И L5С1 Они имеют угол То есть представители Клиновидные, да? Нет, 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 нет Диски говорят Клиновидные А ну вот Клиновидные Малышки 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 Клиновидные Мы расположились в низ Гризонтально То есть Понимаете Компрессия Позвоночника Вся верхней части Дает на них ровно А на эти Неровно Поэтому Они сползают вниз От таза Да? И вот Он же получилось Выпячивается Понимаете Поэтому Мы Делаем противоположен процесс вытаскиваем обратно крестец 1 и 5 с 1 2 риска дергал на себя крестцово-подвздошное расширение 3 с одной стороны с другой дальше можно пройтись до середины грудного отдела там как правило так называемый приклад и фоза вот начинается косточка астиста ведь она самая большая самовытирающего смысл вот одна и вот вторая самовытирающие дальше самовытирающие 6 7 остальные позвонки вольте садруска не примерно на 0 1 ровня кстати здесь мы уже начинаем давить вниз но и соответственно смотрите но чтобы перед этим подготовиться есть еще такой пленчик на разных людях плотность у людей разная да у кого-то можно взять у кого-то нельзя но если нельзя прием пропускаете у кого-то можно мы добавляем еще 1 вибрацию хватаемся за кожу и такой вибрацию растрясаем его где разные стороны можно также взяться за место сочленения ребер с позвоночником люди разного вода поручить всех разных кому-то прям больно ну мы не делайте кто-то кто-то терпит вообще ничего не чувствую вот раскачали то есть это еще я добавили до расслабления теперь внедряемся в него можно мидрация у 12 позвонка кодеревка начинается это сладкая рыба да 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 смотрите как сложно киваешь туда вперед покивательное движение что мы делаем во-первых декомпенсируем все все что выше да иногда хруст идет не только в этом месте а там даже до сюда заходит и при этом раздвигаем ребер на позвоночник сочинения то есть вот такое движение такое некоторые люди умеющие могут и одной рукой вот так не поводу главным преимущественно ассист отростки нажимают и вот так вот и делать можно со второй рукой и вот это вот наше качание сделать да но опять же смотрите чтобы не натист отростки давили в разных вот людей промежутку даже девочка разная до некоторых как раз и расстроить было это так такие случаи можно надавить какими способом можно кулаками то же самое но мне привычнее потому что чувствительные все-таки какие-то мягкие ткани и если где-то надо упереться вот там конкретно и упираюсь вот это косточки вот да можно пальцами да мы попробуем все способы какие какой вам более приемлемы будут тут и сделаем сейчас я специально не буду давить чтобы попробовали да я просто демонстрирую на вдохе на выдохе на выдохе выдох и чувствуете человек расслабиваться опять как и поговорим качание до два три четыре раза делаем какой то есть нюанс если человек грузный большой такой толстым позвоночник как дерево да как как весло а вам не хватает своего веса да можно залезть сверху на стол калинку хватите сверху либо на полу делать да либо я делаю ну просто ручками со столом я делаю махи ногами момент любой ногой но лучше то которая ближе к телу человека то есть получается эффект хвоста кенгуру нас ничего хвоста получается совокупной силы импульс импульс до импульс усиливается за первых импульс первой руками раз его целью спину видите второе импульс корпусом тела и третье импульс добавляю ногой так этот декомпрессию мы сделали далее смотрите так да далее мы будем изучать скручивание там очень много разных методов и смотря на что воздействовать разные приемы и конкретно постановка отдельных позвонков их пар когда они расходятся с и статуски ротации в разные стороны и отдельно еще рассмотрим шею но об этом узнаете следующих видео уроках вообще лучше не смотрите нас плюньте на это все поставьте нам дизлайк потому что вы ничему не научитесь если не придете на тренинг и не попробуйте здесь все вручную а здесь мы ставим вам руки даем навыки вам руки и вы уйдете отсюда готовыми специалистами это говорю вам я Олег Аладгудлин